Уже само место проведения российско-казахстанского форума технопарк Станкомаш указывает на то, что в первую очередь разговор пойдет об экономике. В своем выступлении Нурсултан Назарбаев отметил, что обсуждаемая тема находится в центре внимания двух государств и приобретает особую важность в условиях стремительно развивающихся технологий, в том числе цифровых. В ближайшие пять лет изменится более третье знание, навыков, необходимых для трудовой деятельности. Это серьезный вызов, решение которого должно стать одним из важных приоритетов нашего с вами сотрудничества. Нурсултан Назарбаев также отметил, что отношения между двумя государствами развиваются по нарастающей. Товарооборот в этом году увеличился почти на 37%, а общие объемы инвестиций превысили 13 миллиардов долларов. На сегодня между областями Казахстана и субъектами Российской Федерации заключено около четырех сотен соглашений по самым разным направлениям. Это прежде всего образование, здравоохранение, развитие рынка труда и системы социальной защиты. В ходе нынешнего форума также будет подписан солидный пакет межрегиональных документов, в том числе между Башкортостаном, Челябинской, Свердловской, Омской областями России и Павлодарской, Североказахстанской, Западно-Казахстанской и Кустанайской областями Казахстана. К форуму подготовлена комплексная программа российско-казахстанского межрегионального сотрудничества на период 2018-2023 года. Затронули президенты двух стран и вопросы свободного перемещения фармацевтической продукции, мобильности трудовых ресурсов, в частности создания единой, интегрированной в Российской электронной бирже труда. Кроме этого, Нарсултан Азарбаев предложил обозначить тему следующего межрегионального форума, как новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России. Провести его планируют в следующем году в Петропавловске.